Встреча хлебом с солью и посещение национальных подворий для высоких гостей давно стали любимой традиции праздника. Приятное, но утомительное занятие сменилось неожиданным чаепитием. Президенту показали выставки народного творчества. К лавке с плетенными лаптями Рустам Закиевич проявил неподдельный интерес и пообщался с народным мастером. В своем приветственном слове президент республики отметил уникальность этого фестиваля и его необходимость в современных условиях. Особенно он отметил участие в празднике молодежи. Сегодня прекрасный, хороший, замечательный день. И я от всей души хочу, чтобы этот день был радостным, чтобы этот день был запоминающимся, чтобы этот день наполнил смыслом нашу с вами жизнь. Мне очень приятно, что в празднике участвует много молодых. Вы знаете, просто сердце радуется, глядя на то, как молодежь с удовольствием принимает участие во всех, во всех праздничных мероприятиях. Это важно, потому что идет передача традиций, передача знаний, любви к Родине. То, чего сегодня иногда нам не хватает. Подготовка к празднованию Николы Вешнева начинается задолго до его проведения. Поэтому атмосфера праздника всегда яркая и шумная. В этот день культурная палитра народов представит во всем ее многообразии, а сам праздник выходит за республиканские рамки. Очень отрадно, что коллективов очень много и с каждым годом география праздника расширяется. Коллективы Утбургской республики, Республики Татарстан, Пермского края, Они тоже стали уже традиционными нашими гостями. Более 70 мастеров-умельцев своими работами нас радуют на аллее мастеров-умельцев. 8 звонарей сегодня присутствуют на празднике колокольного звона. Будут звонить в свои праздничные звонки. Фестиваль Никола Вешнев проходит в Краснокамском районе уже 16-й год подряд. И место проведения его всегда традиционно. Берег Камы, площадь у стен Никольского храма, становятся центром народного творчества. Этот праздник яркий пример того, как воедино сливаются церковные традиции и гражданские ценности. Я бы не сказал, что именно церковь именно про это все осуждает. Просто должно быть все свое время. Потому что мы знаем, что в Ветхом Завете, когда именно танцами выражалась именно людьми любовь и радость. Поэтому есть время для молитвы, для богослужения, где человек должен более сосредоточиться. Там, конечно, не место пляском. А отдельно, когда можно собраться, именно показать свою внутреннюю красоту, чтобы она как-то должна выражаться, естественно, это не возбраняется. Наоборот, хорошо. Это все выражается какими-то народными песнями, естественно, танцами. Ежегодное проведение фольклорного фестиваля приводит к тому, что народные традиции становятся достоянием не только соседних регионов, но и других стран. Этот праздник давно стал обязательным объектом посещения для жителей стран Африки и Азии. Студенты из этих стран давно проложили маршрут в Николы-Березовку. Первый раз я здесь вижу, я вижу много народов в России, в Уфе, как они танцевают, они поют, и это очень замечательно. Русские люди, как я вижу, живут в Уфе очень мирно, мирно, они дружные живут. Помимо народных умельцев, фестиваль Никола Вешний стал местом паломничества для звонарей. Люди с таким уникальным родом занятий ежегодно съезжаются сюда, чтобы порадовать своим мастерством гостей праздника. И звон колоколов на берегу Камы возвещает о том, что завершился еще один праздник. Олег Манваров, Денис Кузнецов. Время новостей. Продолжение следует...